Проведительница женского корпуса, да, она в финал уже вышла только что. Прокопенко. Прокопенко Алена, да, будет бороться с уральской спортсменкой. Ну, Прокопенко Алена, она выиграла уже крупные старты, и не только российские, но и международные, да? Да, не единожды она была призером первенств Европы, юниорских, молодежных. Чемпионкой не была, но второй, третий была неоднократно. А ребята сегодня пока борются еще, ребята, но вот пока только, скажем так, серийное соревнование, пока рано еще говорить о чем. Ну, борются ребята. Ну, в любом случае, вот по турниру мы можем сказать, ну, единственное разделение юниорок и юниоров у нас нет. Мы не видим, где команда Санкт-Петербурга, на каком месте, только лишь видим общий зачет, да? Да, по юниорам у нас неудачно, у нас там практически, у нас два мальчика заняли пятые места, вот, поэтому место у нас, скорее всего, где-нибудь в хвосте. Да, не в хвосте, а в золотой середине. Это по девочкам и общие, а по мальчикам у нас так, да. Не очень много. Да, но не всегда бывает, что и девушки, и юноши, вернее, юниоры и юниорки борются примерно равномерно, но в любом случае есть звездочки, есть те спортсменки, которые вчера демонстрировали яркое, красивое, зрелищное дзюдо, ну и сегодня у них тоже есть шанс у представителей Санкт-Петербурга. Хотя шансы есть такие же равные и всех остальных, кто с ними выходит бороться. На татаме представитель Уральского федерального округа, Мухабатов, он в белом кимоно, и представитель Северокавказского федерального округа, Давудов, он в синим кимоно. Михаил Анатольевич, ну я уже попрошу подключиться в большей степени к комментарию, потому что взгляд специалистов для нас очень важен всегда на любой поединок, на любое событие, происходящее на татаме. Вот по ребятам из Санкт-Петербурга мы уже говорили, про девушек тоже сказали, но вот на татаме представитель Урала. Вы наверняка все татами-то наблюдать не смогли, борьбу на всех татами, но вот весовой категории 90 килограмм, кто-то есть, кто запомнился или не успели посмотреть? Ну вот из молодых ребят, которые вот только-только в молодежный возраст, из юношеского даже попали, вот интересно было посмотреть на Воробьева, Сибири мальчика, из тех ребят, которые явные лидеры по прошлым годам, Занкишиев, наверное, вот, Гашимов, вот, мне интересно, посмотрите, я увидел два, две победы быстро на первых секундах одержал спортсмен Артур Краян из Самарии. Краян, да, действительно, в предыдущем поединке только он сделал хороший бросок. Вот там две победы уверены на первых секундах, вот так что любопытно будет, да. Ну и не только они. Ну а в нашей встрече, вот, которую мы сейчас смотрим, где борется Мухабатов с Уральского федерального округа и представитель Северо-Кавказского федерального округа годоводов, поединок становится еще интереснее, потому что два размина, Вазари на Вазари у спортсменов. Непростая такая ситуация, потому что, ну, Вазари всегда близко к Ипону, а вот тут спортсмены не на шутку рассердились друг на друга, да. И после того, как было явное лидерство, когда вел Мухабатов, тут Давудов все-таки сравнял свой шанс и сравнял полностью по ходу поединка оценки. Ждем третьего Вазари. Третьего Вазари? Только в чью сторону. Вот он, вот он. Предположили. Но предположения, они оказались точными. Мухабатов не вовремя расслабился, конечно, ведя Вазари, сразу проиграть двумя, ну, сложно. Не получилось у него ничего сделать. Две атаки подряд, причем. Две атаки подряд, спустя несколько секунд. Да. Ну, Давудов выходит в следующий круг турнира. Да, ну а следующий круг, это уже... Попадание восьмерка. Попадание восьмерка, да. Да. Борьба за выход в восьмерку.